Всем привет, друзья, с вами Григорий и добро пожаловать в город Александровский. В сегодняшнем видео я буду проверять школу номер 8, то есть что я успел, можно сказать, что я все-таки обустроил там, вот, так уж что-то я, можно сказать, до конца смог обустроить школу, пускай даже, можно сказать, немного отойдя от графика, то есть я планирую ее сдать 1 сентября, но по техническим причинам это то, что у меня тогда сдох зарядник для ноутбука, мне пришлось отложить срок, окончание срока на все, то есть, ну и еще в том, школу сдам я, можно сказать, к новому году, то есть, поместите, к ямвару 23 года. Ну и так уж, что я, можно сказать, все-таки, несмотря на то, что опоздал, опоздал на месяц небольшой, то есть на месяц и почти неделю, вот, я все-таки обустроил, обустроил данную школу, и сейчас я решил проверить, что все ли я обустроил, ну и чтобы не было скучно, я решил сделать, можно сказать, видео. То есть, одновременно будет интересно, то есть, буду это и проверять, то, что я сделал, и отца показывать, что она все-таки обустроена. Вот, школа у нас типовая, вроде бы, проект 86, так называется, да, привезительно, именно так, привезительно называется проект, вот, залетаем, у нас сад такой, какой-то густ, так, дальше у нас встречаются две вывозки, это среднее, ой, извиняюсь, муниципальное, бюджетное, общеобразовательное учреждение, да, в 100% случаев школы в Айсовске именно бюджетное, то есть, все оплачивается из регионального бюджета, то есть, из региональной казны, и вторая вывозка, средняя школа, номер 8. Так, тут у нас встречается турникета, их всего два, два турникета и охранник. Так, тут у нас гардероб, вот такой вот, ну, как бы я не стал добавлять, ну, как сказать, крючки, ну, и вообще, давайте я проверю, может они вставятся? Ой, не взял, давайте, давайте возьму, нет, не встает, ладно, и зачем-то я сделал грызочку, ну, ладно. Гардероб такой у нас, вот, дальше, фахта, вот, вот такая фахта, я формировал, давайте-ка я начну, наверное, с подвала, то есть, с цокольного этажа, то есть, тут, так, с самого-самого-самого конца, давайте отсюда начнём, тут у нас служебное, правда, тут пусто, служебное помещение, правда, пустое, пособка, правда, я забыл оформить, не задумывался, ребят, об этом, так что, так что, ребят, я, возможно, так что, вот, ребят, не удивляйтесь, так что, летсбилд у меня всегда бывает, когда я снимаю Майнкрафт, в любых случаях, даже если я что-то замечаю, что что-то здесь не так, вот так, вот, вот, вот так вот, 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 вот и весь тут, ребята, и даже, не удивляйтесь, не ту клавишу ножа, так, ребят, извините, мне нужно было немножко отойти, вот, дальше, кабинет, технологии девочки, вот такой вот кабинет, Кстати, хочу отметить то, что школа начала её обустраивать ещё, когда я сидел на версии 1.12.2, т.е. когда ещё не было подмазков. И тогда в качестве деталей служили именно заборы, кстати, деревянные. Дальше, ещё там служебное помещение, правда оно тоже пустое, но я, честно говоря, не знаю, что там может быть, поэтому... Поставлю-ка я железную дверь, т.е. на случай, если нужно что-то организовать, там что-то на как. Т.е. объёкарный бабай. Всё. Едем дальше, ребят, тут у нас туалет с такой... Технологии девочки, ещё один кабинет, тут у нас уже побольше, т.е. он уже попросторнее. Т.е. где-то приблизительно 4, 8, 12, 16, 20 посадочных мест, т.е. на 20 человек. А если немного скучковать там, то получится, ну, чуть побольше, ребят. Чуть побольше места. Ещё одно служебное помещение, правда тоже пустое. Так, давайте КВС возьму вот железную дверь и просто буду ставить вот... Ой. Вот так. Технологии. Мольчики, тут у нас уже скучковали. Тут... Тут... 4... 4... 8... 12... 16... 18... 20... 24 места. Тут у нас... дельди-доски. Я не знаю, как правильно назвать, но наверное, это там... Различные правила там... Пользование с техникой, т.е. типа бустин с танками, там и всё такое... здесь тоже пустое место но есть но возможно что нет окна отсутствует это честь в этом году снарно там у нас что-то на томатике раньше технологиям кстати они вы не удивляетесь что здесь еще эти таблички идет но там просто я просто так попросил своего друга его зовут джойс мекур он же саша то есть сместить это стать таблички за указанием где что находится вот слава мне полно кстати он так и так что и благодаря ему обустройство пошло дальше этому большое спасибо 55 кабинет география вот и еще эвакуационный выход там же вот такой вот кабинет еще одно помещение пустое это скорее всего на подсовке наверное наверное эти видео будет самое что ни на есть большим но в принципе времени у меня предостаточно так что тем более я сегодня не учусь из-за но это просто потому что подарок делали ученикам в день учителя да в день учителя и нам сказали что завтра мы в четверг мы не учимся а в среду извините в пятницу завтра привык по полчаса пятьдесят шестой кабинет у бж вот такой кабинет у нас тоже уже просторно также как и кабинет технологии для девчон эвакуационный выход номер 7 тут особо нечего смотреть так 57 кабинет тут уже как говорится по моему усмотрению но и оставлю все но я пожалуй москве поставлю железную дверь может там наверно тоже будет кабинет подсобка клининга понятно давайте мне часто лень доставать бочки поэтому я просто оставлю конечные полки все и так зайдет 59 для меня тоже пустой но наверное там тоже 50 1 малый актовый и технические помещения которые к слову тоже пустые вот сказать такие пустые технические помещения правда я не знаю что надо расставлять вообще в конце концов вообще этих технических помещениях поэтому оставлю все как есть как говорится поднимаемся на первый этаж так интересно можно а нет нельзя телепортироваться там только на поверхность ладно а понятно я другой конец вылетел а вот первый этаж и лестница кстати вторая по счету лестница а нет туалет тут туалет северная кстати вот так формула заместитель по учебно-воспитатель работе то бишь заводчик вот дальше приемная директора вот тут у нас приемная тут у нас ой извините зал ожидания курс архив тут у нас вся информация в школе лежит так учительская вот счет психолог то есть дальше еще рекомендует вроде бы тоже золочи зама директора по различным работам библиотека такая вот просторная вот она выходим из этой части и идем дальше что у нас ждет дальше вы увидите собственноручно туалет оговорить не особо да не нужно гардероб тоже музыки такой вот нас проектором тоской музыки такой вот тут у нас типа доска типа там практически я не знаю как там можно назвать наверное тут у нас всякие есть мод ноты и так далее заместитель по администра по хозяйственной действительности типа заведующий завхоз медпункт такой большой получился тут у нас медик сидит дальше еще один кабинет это вроде бы уже не знаю той наверное процедурная и да еще один кабинет а нет извините там вопрос а ты за типа еще одна процедурная вот офигенная витрина сделала там ну типа там лекарства лежат гардероб правда нет там как всегда все сделал пусто наверное для физы там все это дело оставалось на я не знаю честно для каких ну что вообще осталось но я оставлял все это потому что я не задумался о них вот так так что извините ребят так тут тоже гардероб они остаются там уже кабинет завхоза или аддом хостом туалет такой вот просторный там одна кабина и все пособка давайте все-таки оставлять книжный пункер как-то нибудь камешло социальный педагог тут такой вот у нас кабинет вот стать вот знаете причем прикол это или нет но я обустроил этот кабинет согласно вам сказать по памяти то есть я заходил в этом же кабинете я там же нахуй сидит и и соцпедагог как то время и моя классная руководительница вот как-то так то есть я мебель москвит расставился у нас точно по памяти то есть точно как бы то есть то что стол конференции стол соцпедагога дальше книга хранилища вот кабинет начальных классов такой вот это я не знаю точно что должно быть так что меню вот так вот дальше тут у нас сиденья где шкалата москвит дальше сама кухня там чей буфет там место выдачи за там выдачи пить еды подходит по варих и этом выдает там пожар дальше все москвит распределена под нужным столовой пунктам то есть это пара сидят готовят процент я показывал очень быстро то что там особо показывать и ничего напитки делаются дальше чем холодильник так как понятно для вообще ничего не делал потому что что там может быть склад и дальше выход выход на улицу ну то всегда грузчики подходит и поставлять туда жертву полкужец и дальше вот выход цены дополнительный выход для уже все для подпечи для бюджет вид на диски сад вот такую так едем дальше думал нас иностранного языка вот такой то нас кабинет слоу просторно уже здесь где развернуться но местом посадочных там меньше всего 16 человек но зато парта стоит вдоль тут она срезается на второй этаж что у нас еще запасной выход на всякий случай туалет подсобка который показывает особо не осталось а уборщики взять школьный музей то есть всякие экспонаты экспонаты там то есть история школы там все такое так я тут я отсюда уже был кабинет из зоо такой вот кабинет образ такой стандартный русского языка кабинет ну тут особо показывает нефиг поэтому давайте включу режим наблюдателей будем пролетать еще один кабинет русского языка дальше дальше у нас кабинет еще один кабинет русского языка кстати не удивляйтесь там его много кабинетов дальше туалет птиц меня кажется наверно мне придется разделить видео на две части и может быть есть если много будет желающих посмотреть вторую часть и вот можно и сделаем или же или же я буду просто делать сужения то есть не перелетить на две части а чисто сделать как бы в одном видео но Получится как бы большой хромоментаж, ребят, вот как-то так. Ну, вот с билдами и прочей его пудой, как говорится. Да блин, где этот унитаз? Вот он я. Ну, не знаю, надеюсь, я в мускостях все-таки невзгоды. Еще один туалет. Господи, вот я пролезал. Только один обустрою. Тут на тебе, еще и второй надо обустроить. Ну, что хотели. Я повторюсь, что я буду одно время и проверять то, что я успел сделать, и то, что я сделал. Но и заодно показывать, что там, что вообще там есть. Так что видео, как говорится, как обещал, будет намного интереснее. Вот, как-то так. Кабинет русского языка, такой вот у нас уже много, то есть надо было 100 учителей, но надо поставить другой подальше, чтобы побольше мест для учеников сделать. Кабинет русского языка, еще один кабинет, дальше подсобка. На этот раз уже поставлен там всякие, конечно, булги. Гардероб для учителей, то есть уже сушевный гардероб, выход, такой вот. И это свой единственный эвакуационный выход, который выходит уже на улицу, выходит на улицу энергетиков. То есть выходишь, там сразу в эту сторону, то есть там, в эту сторону технагрид, эти учевые здания, стали, на крахах. Мы поднялись на второй этаж, ребята, тут у нас тоже подсобка, тут у нас уже началка сидит. Вот, началка, вот так, с любой, самый простой. Ладно, тоже началка сидит, тут подсобка. Вкратце скажу, что там началка сидит, поэтому я просто буду вот так вот пролетать, показывать, что эти просто тупо кабинеты. Да, я особо показывать кабинеты нечего, потому что я могу сказать, ну, отъединенных, я не знаю, как правильно сказать, стандарт расстановки мебели, то есть там, одинаковая, одинаковая мебель, но немного видоизмененная, ну, сказать, расстановка мебель, вот. Опять служебное помещение, правда, пусты, для всех по пусты. Гимнастический зал, резерв, вот такой большой зал стоит, баскетбольный кольц, биковая дорожка, лестница, шведская стенка, ту бишь лестница. Переход на, так, кто-то, я не знаю, что вообще, может здесь быть вообще, тут у нас футболный, тут у нас еще один, тут у нас спортзал, раздевалка и переход в гимнастический зал. Тренерская, вот у нас склад спортивного интерьера, то есть всякие лыжи, там, мячи, там, все такое. Там, вот сама тренерская, вот так вот выиграть, будут особо ничего показывать в принципе. Я, честно, повторюсь, там, я не знаю, что вообще могло быть, но, наверное, мне придется, наверное, снести стену. Так, вот, не мой, там уже хореография сидит, находится на этом тоже. Спойлер, ребята, спойлер. Ну, наверное, это чисто пустой карибдор. В общем, больше сказать мне нечего. Может быть, я, наверное, там тоже поставлю, там, ящики, наверное, то, чтобы... Ну, типа там тоже инвентарь лежит для занятий гимнастикой. Вот, только сейчас заговорим, так уже прямо сейчас я решу это сделать, вот. То есть я решил не себя не давить после съемки, а просто вот сделать и сделать, вот. Повторюсь, вот эти билды для меня это уже не в новинку. Да и для вас, наверное, тоже. Так, пройдемся в самый глубокий, тут у нас спортзал, став номер, я вам показывал. Артовый зал, вот так вот. Наверху у нас там, ну, как бы, не знаю, операторское, что ли, ну, там, типа, включать свет, там спецэффекты делать, звуки запускают. Вот. За сценой находится такая гримерка, такая вот. Выход на сцену, дальше... Склад с костюмами и прочими декорациями, вот. Игровой зал резерв, блин. Так, стоп, я же вроде бы показывал, спортзал, разик. Тренерская, бла-бла-бла. Игровая основа, юнастический зал снова. Ну, понятно, ребят, это, можно сказать, как бы переход в эти две... То есть, переход из через... То есть, через раздевалку, то есть, переодеваемся и заходим в зал. А тот через прямые входы в зал, то есть, не через раздевалку. Тут у нас еще кабинет, еще кабинет, тут у нас автоматика, с этим столом, таким, конференцией. Такая конференция, конференц-зал в школе. Дальше зал уч, еще один кабинет в автоматике, вот. Вот здесь уже такой просторный холл. Правда, я ничего там не ставил, тут славочек, ничего. Абсолютно. Ну, может быть, после съемки я, наверное, может быть, либо оставлю, либо все оставлю как есть. Вот, как-то так, друзья. Кабинет математики, так вот у нас кабинет. Еще один такой кабинет, еще один кабинет, вроде бы как математики, правильно? Да. Туалет, дальше, опа, подсобка, еще один кабинет математики. Ладно. Здесь тоже, здесь тоже кабинет математики, только у нас оранжевые столы, у всех остальных только темно-серые. У нас окно с видом на пистолетку, кстати, вот. Здесь я оформил магазин, плюс там канцелярия, там промтовары и так далее. На галантере еще. Дальше. Девянстый кабинет, тут тоже по усмотрению, как говорится, но я закрыл там его, потому что я не знаю, что именно надо сделать. Наверное, надо было вообще переименовать таблички, наверное, чтобы не было. Проход началку закрыт, да и черт с этим. Началка, ну там показывает особо и вовсе нечего, поэтому давайте просто пролетим по-быстрому вот так вот по этим кабинетам. Вот, пожалуйста. Лестница на третий этаж, тут у нас. Началка тоже, началка сидит. За кабинетом уже по подстроению вот такие вот. Вообще, надо было скучковать. Опять подсобка. Подсобка, 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 подсобка. Что еще? Еще один. Еще один кабинет началки. Началка. Так. Еще с началкой. Тут уже. Так. Все. Вот. Дальше вот добрались уже. Этих пустоты. Куда этих пустоты уже. Правда. Я тоже не знаю, что именно там должно быть. Так что оставил, как говорится, как есть. Ну, может быть там, можно сказать, там технички будут. Можно там всякий инвентарь для технического персонала. Ладно. Поднимаемся на третий этаж. Слово, он уже последний. Вот у нас. Как я уже показывал, это вроде бы как операторская. Вот в зале актового. Дальше. Туалеты. Мужской, женские. Ну, там показывать особо нечего. Потому что вот такие вот. Кабинет русского языка. Такой открыли. Такой кабинет. Дальше. 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 Что у нас дальше? Биологии. Тут у нас еще. Тут еще один кабинет биологии. То есть немного другая установка мебели. Подсобка. Трепительная. Правда, она с двумя входами в нее. Кабинет. Следующий кабинет у нас безымянный. Ха-ха-ха. Скорее всего. Тридцать шесть только кабинет вроде бы. Но я, так сказать, забыл что там. Что там вообще должно быть. Но, наверное, это общественное знание или истории. Вот. Это вот. Дальше уже кабинет истории. Кабинет иностранного языка. Вот такой вот кабинет. Еще одна подсобка. Лестница на все последующие этажи. Еще раз. Кабинеты. Тут у нас кабинет общественного знания. Номер сорок. Сороковой кабинет. Дальше. Сорок первый. Тоже. Опять иностранный язык. ИНЯС. Сорок второй. Сорок третий. Сорок четвертый. Кабинет. Сорок пятый кабинет. Вот. Показывал все бегал. Потому что одну особо там показывать не нечего. Просто другая остановка. И никакого прикола в этом нет. Так. Тут у нас сорок шестой кабинет уже. С лаборантской. Вот. Вот такой вот лаборант. Такая у нас лаборантская. Туалет. Подсобка. Кабинеты с тридцать восьмой по сорок пятый. Для этих кабинет предназначен. Сорок седьмой кабинет. Там тоже лаборантская. Находится. Ну скорее всего это кабинеты химии и физики. То есть. Но там тоже лаборантские. Находится. Сорок девять. Сорок восьмой. То есть уже обычный кабинет. Так вот. Сорок девятый. Вот. Предпоследний. И заключительный пятьдесятый кабинет. Вот так вот. Уже чуть поменьше. Ну что вот. Пришлось скучковать все это дело. Дальше у нас выход на крышу. Ну там. На крыше ничего интересного. В принципе. И хореография. Вот. Наконец-то. Вот. Самое интересное стало наверное. Я не знаю. Интересно или нет. Дальше. Тут у нас мужская и женская раздевалки. Вот. И сам зал. Вот такой вот. Членская стенка. Два ящика. Типа там. Лежатся различные. Коврики. Там. Все прочее. Все прочее. Там. Там. То есть. В принципе. Я все показал. В принципе. Все проверил. Но. Некоторые косяки. Терешные места. Но. Ну. То есть. Впрочем случае. Либо исправимые. Либо нет. Либо я не знаю. Либо я не знаю. Что там должно быть. Вообще. Конечно. Там пустоты остались. Но. Но. Это наверное. Можно сделать. Уже под. Раздлитель. Нужно для технического персонала. И. Займусь я этим. Уже. На этот раз. Уже. 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 За кадром. Как говорится. Дофига. Летсбилдов. Сделано уже. Во время съемки. Уже. Когда снимаю. Так. Так. Ребят. Я походу не туда залез. И выйду через. Режим наблюдателя. Все. Ну что ж друзья. Вот так вот. Получился выпуск. Кстати. Он уже не такой. Как остальные выпуски. То есть. Уже. Обычно. У меня. 6-10 минут. А. Этот выпуск. Ладно. Получился. Растянулся. Ладно. Ну и напоследок. Ребята. Не знаю. Не знаю. Зачем. Но я решил показать. Небольшие. Свои маленькие. Нововведения. Которые. Рану. Свои сделаны. Во время. Обустройства. Школы. То есть. То есть. Что я успел. Вообще. За последнее время. Тут. Магазин. Такой. Канцелярия. Фронтовары. Калантария. Вот так вот. Там еще. Отель. Есть. Типа. Ремонт. Одежды. Обуви. И так далее. Банкомат. Ну и еще одно обновление. Ждет вас. В поселке Майсак. Этот поселок. До сих пор. Можно сказать. Развивается. Там. Я сделал. Несколько домов. Сельской версии. То есть. Имеется ввиду. Там. Дома. Как бы. Те же. Пятиэтажки. Но. Это. У нас. Такая. Текила. Дома. То есть. Уже. Серия. Один. 467. То есть. Ее. Сельская модификация. Для населенных пунктов. Для таких. Деревень. То есть. Там. Обычно. Два этажа. Бывает. Они. Три. 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 Ну. вот этот уголок. И ещё, ещё один у нас, ещё один у нас, ещё одна кроссдела уже на этот раз где-то, уже на этом у нас 76 квадратов, вот. Тут, там, 74 квадратных ветра, а там, а тут 76. И выход на кроссу. И дальше у нас дом 141-й тоже её детская версия, то есть тоже три этажа вот. И такой же дом, серия 1-407, разместил уже на улице энергетиков, то есть вот здесь, но уже она пятиэтажная, и плюс ещё уже три подъезда, уже не два подъезда, а три. Вот. Сразу с детской площадкой, с беседками стоит, вот. Правда, я немного поменял блоки, там были эндерняк и синяя керамика, но я заменил на блоки гладкого песчаника и блоки, ну и синего бетона, короче говоря. Вот. Я просто смотрю и думаю, типа не пухо так смотрится, это с этой хрущёвкой. Ну что ж, друзья, в общем, я, можно сказать, я показывал всё, что я захотел, друзья. В общем, в общем, понравился вам ролик или нет, решать вам. С вами был Григорий, я являюсь основателем в Одессе города из Сатовска. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, делитесь этим видео с друзьями, залетайте также ко мне в группу в ВК, в чат Телеграме, а также на Север Дискод, ссылки в описании под видео. Вы можете также поддержать мой канал Копейчика, для этого есть донат, ссылка в описании под видео. Также есть на российских платформах, то есть это Яндекс.Зен и Ютуб, ссылки тоже в описании под видео. На этом, в принципе, всё. Спасибо всем за внимание. Это с вами был Город Алисадовский и его автор Григорий Эйджорд. Всем пока. Пока.